Словище благих и жизни подателю Приди всеми сябны И очистены от всяких скрепленных И спаси блажей души наша Отец наш Небесный Господь Иисус Христос, умолим Тебя Благослови наше занятие по Слову Твоему Святому Даруй Господи, чтобы слова Твои никогда не отходили Из внутренности нашей Помоги Господи И во сне, чтобы внутренность наша учила нас Словам Твоим Святым Для этого Господи даруй нам их Сеять не только в своей душе, но то, что узнали и говорить и другим Кого Ты пошлешь нам во встречу, Господи Молим Тебя, благослови наше благорестие Благослови братья наших, трудящихся, путешествующих, болячих Помоги брата наш, Игнатий Батюшка Аким Даруй Господи Здравие душевное и телесное Помоги в трудах их Тебя слава за все, Отец и на святой дух Аминь Во имя Отца и Сына и Света Ясно Евангелие от Матфея У нас четвертая Четвертая мы все закончили Пятая глава Пятая глава Евангелие от Матфея Первый стих Увидев народ, он зашел на гору И когда сел, приступили к нему ученики его Толкование Восходом на гору Господь Научает нас ничего не делать По тщеславию и на показ Видя великое множество собравшегося к нему народа Он сел и начал учить его Ни в городе, ни на площади Чтобы видели его многие и хвалили Но на горе, в пустыне Где не было никого, кроме душевного желающих Получить или видеть исцеление Так, вот Кто желает получить душевное исцеление И душевное спасение? Кто желает? Кто желает? Так Вы веруете, что вы собираетесь сюда на молитву К Господу Иисусу Христу Чтобы Он просветил вашу душу Вот именно этими душеспасительными словами своими Да? Каждый верит, что Слово Божие это спасительное для души Что это орудие против дьявола Который пытается нас погубить Так? Скажите, вот когда вы сидели в школе Кто из вас сидел на последней партии? Да Молодец На последней? На последней По вам сейчас видно, что вы любите последние парты Я сидел всегда на первых партах Но не на всех уроках А на тех, которые мне нравились На уроке истории я готов был выйти за место учителя И мне предоставляли это слово С 9 класса у меня было 10 минут на каждом уроке Который наша преподавательница, наша учительница Говорила, а теперь Игорь расскажет нам об этом На сегодняшнем предмете Ну, подробно Я даже не знаю, о чем он будет рассказывать Поэтому я всегда знаю, что он приготовит нечто неожиданное И мне ставили всегда по две пятерки За урок истории Понятно? Поэтому Если вы хотите иметь пятерки И очень любите то, что вы сказали Давайте все сюда, голубки Давайте ближе Вот камера сюда снимает Ближе ко мне Давайте сюда Вокруг меня садитесь Вокруг Слова Божьего Давайте Вы же не какие-то двоечники Я не хочу, чтобы вы были двоечники Чтобы вас видели люди Задавайте вопросы Ну, чего вы так далеко? Камера сюда показывает Ну, ну иди ко мне Тебе там удобно, что ли? Так, брат, иди сюда, перемещайся Ну, ну давайте сюда Ну, что вы Вас будут люди видеть, что вы спасаете души свои Вы сейчас будете вопросы задавать Какие-то Сами будете отвечать Вот тетя Алла здесь Главное Она у нас Старожила на Такие примеры Ну, раз нам говорит Ай-яй-яй Жаль, что Уходит это поколение И кто будет После Сокончик уберите А то нам достанется Нарыли Никто ничего не видел Дальше И вот видите, как Господь Не для На показухи Снимаем Нет Для кого мы это показываем Ну, может там Человек 100 посмотрит Да и все Чего вы думаете Миллионы будут нас смотреть Кому мы нужны С вами А кому нужны Те порадуются За нас люди Вон сколько людей Было в этом году На крещении Шесть человек И все По интернету Вот так вот Нету Уже Здесь близ нас В Барнауле Кого-то Всех пособирали Кого можно Теперь остался интернет Более того У нас теперь Главная с вами задача Главная задача Какая Когда подросли На кладбище Не попасть Быстро Вот главная задача Наша главная задача Чтоб наши чада Не попали на кладбище Духовное Чтобы они были Всегда с нами До конца Потому что люди Уже видят это Они понимают С нами Сопереживают Там И мне вчера Сообщение пришло На интернет Там какой-то Горохов Сергей Монах какой-то И там пишет И говорит А все-таки Говорит У вас сейчас Детей-то нету Никого Все от вас уходят И правда Никого нету Вот Чтобы оставить На занятия Приходится Ну не знаю Пришлось Анастасию Уйти в Царство Небесное Чтобы начали На занятия конец Я по-другому Не могу это сказать Но сейчас Матери нет Чада тут Ну дай бог Чтобы так и оставалось До конца Ну дальше-то пойдет Что? Ваня уже В Павловск уезжает Этот на подходе Как он у них В Павловску Там Норильскую Там Красноярскую Еще куда-нибудь улетит Ну это может Их непонятно Куда они хотят Почему? Потому что Не может Свет укрыться Если даже Ты будешь В другом Каком-то Населенном пункте Ты будь христианином А что ты должен делать? Как? Ты должен людям Рассказывать о Христе А если ты Не подготовлен Если ты Вечно зажатый Там Убегаешь Занятия Ну кого ты подготовишь? Ясно что Ты там Никаких занятий Не откроешь Это мы уже знаем По нашим братьям Которые Разлетелись куда-то Ничего ты не откроешь Потому что Я даже Не смог открыть Но я в том Малое время был Там у меня всего Было два человека Ну третья мама Моя Все Чтобы тебя Слушали Не тебя А Слово Божие Не слушай Не тебя А Слово Божие Надо таких Симпиадий иметь Так любить людей Как сегодня Нам Святитель Златоуст Говорил Проповеде Нужно во врагах Видеть друзей Своих Которые могут быть Потенциальные Называются друзья Знаешь что Потенциальные Возможные Возможные Молодец Видишь У него больше Образование Потенциальные Вероятные Возможные Друзья Вот идет Девушка Красивая По улице Девочка Красивая И ты на нее Засмотрелся А не надо На нее Засматриваться С другими Намерениями Только с одним Это потенциальная Твоя сестра Во Христе Понял Идет кто-то Старичок Какой-нибудь Или бабушка Безобразненькая Корявенькая Это не ведьма Какая-то Это потенциальная Твоя бабушка Во Христе Идет женщина Грубая Такая Ругается Там со всеми Это Ну Никакая Там Неплохая Она там Мачеха Чья-то Злобная Это твоя Потенциальная Мама Мамочка Во Христе Понятно Она может быть Тебя будет кормить Будет вкусно Тебе готовить Ты даже еще Не знаешь И вот так Поступал Кто Апостол Павел И будучи В темнице Он нашел Себя И сыновей И матерей Ну там только Про жен Не написано Почему не написано Про жен Подруг Ну там написано И будет у вас Если ради меня Господь Оставите Домы Имения Там Жен Матерей Отцов Детей Почему Потому что Жена Только одна Может быть Она Пред Господом И все Единственное А все остальное Тебе заменят Готовить Там за тобой Ухаживать Любить тебя Что нужно Человеку Человеку Нужна любовь Господь Дает ему Божественную Любовь Любовь Эта божественная Изливается На других Людей При избыток Ее Попадает И через Любовь Других Людей На нас Попадает Поэтому Любви Будет у тебя Достаточно Если ты Будешь Любить Бога Если Не будешь Любить Бога Столько Мало Будет Любви Как Батюшка Хорошо Сказал Ну там Кое-кто Сказал Что у нас Много Шерсти В доме А он Говорит А я Говорит Так Сказал Если Говорит Много Шерсти У брата Говорит Собачий То Говорит На другой Стороне Говорит Очень Очень Хорошо Сказано Батюшка Такой Прозорливый И Все Нормально Сразу Шерсть Закончилась Они Собаки У Собаки Кошки Что у Ни Шерсть А у Людей Есть Руки Пылесосы И Швабры Которые Надо Работать Много Больше Волков Только Без Шерсти Как Это Понятно Я Ничего Не Поняла Насчет Шерсти И Волков Шерсть Это Шерсть А Волк Это Волк Есть Собачья Шерсть Которая Лежит На Полу Ты Взял Подмел Там Спылесосил Или Что А Когда Ты Пришел В дом А Там Волк Живой Ну И Чего Непонятного Так Все Неверующие Вывод Какой Надо Вывод Надо Родственников Искать Там Где Они Родственники Есть А Не Искать Самого Самохотения Чего Непонятного Волка Ну Непонятно Это Исни Все Ну Непонятно Непонятно Ладно Не Понимайте Я Не могу Это Объяснить Я Все Объяснил Все Кто Такой Волк Беретесь Вот И Все Берегитесь Хищников Ну Где Лучше Жить У Брата Верующего Своего Родного Можно Сказать Или Непонятно Где Куда Ити Это Пока Не Пока Грец Не Узнаешь Не Поймешь А Какая Свобода Во Христе Еще Только В штанах Не ходить Юбки Короткие Не носить И По ночам Не гулять И все Что еще Там надо Посты Конечно Соблюдать Кто Что С вас Требует Сильно Больше Всего Никто Ничего Не требует Я даже Удивляюсь В мои Годы Молодые Попался Кто Нибудь Из Верующих Людей Ну Ни одного Нормального Верующего Не попалось В мои Годы И я Сам Стал Верующим Вот Какой Стал Такой Стал Такой Есть Но Однако Я знаю Что такое Вера И что Что такое Честь Христианина Я Весь Тебе Не попался Никто Не попался Из Верующих Мне Тоже Никто Не попался И я Сравнивала Всю Жизнь Которую Я Прожила Я Сравнила С Алой А Алла В самом Начале У Ней Попался У Тебе Мы Всем Таким Нужно Это А мы Не умеем Как Сказать У нас То Что Мешки Которые Сзади Висели Вот Эти Наши Рюкзаки Они Нас Тянули Разговаривать Так Как Мы Хотим Нет Ушки Надо Разговаривать Совсем По Другому Надо Заповеди Знать Вот Чем Делать Надо Знать Заповеди Исполнение Их Уже Ну Это Как У Небольшой Диспут Насчет Законов И Насчет Веры То Что Можно Знать Все Заповеди Все Каноны Не Исполняя Их Ты Прям Никакой Неверующий А У нас Это Очень Сильно На Церкви Православную Очень Сильно Это влияет Потому Что У нас Очень Много Книг Очень Много Заповедей И Очень Мало Исполнения И самое Главное То Что Наши Священники Уж Патриарх Выступал В этот Раз Пропоеди Говорил На Земле Франца Иосифа Было И В Нарьермале Ну Там Ничего Нету Там Тундра Одна Голая В Нарьермале Одна Тундра А В Франце Иосифа Там Одни Камни Ничего Нету И Сейчас В куртке Одеты Все Стоят И Главное Во Франце Иосифа Там Такой Ветер Видать Дует И Женщины Все Без головных Уборов А В Нарьермале Там Уже Бабушки Есть Там Уже В косынках Стоят Даже Мне Вот Это Странно И Вот Он Пропоеди Говорит И такие Хорошие Пропоеди Но Если Учесть То Что Мы Перед Ним Стоим Перед Патриархом Он О молитве Говорит О терпении Хорошие Пропоеди Правда Он За место Слова Христос Говорит Всегда Бог Ну Как Я так Понимаю Что Он Пытается Ну Христос Кто Такой Все Сын Божий А Бог Это Бог 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 И Другое Еще Из Поэтому Если Он Будет Говорить Христос Они Не поймут Он О Боге Говорит Или О чем Потому Что Чтобы Узнать О спасении Своем Через Христа Это Надо Кое Что Себе Сломать То Все Время Говорим Бог Бог Дорога Бог Бог Храм Бог Бог А Тут Христос Подождите Бог Христос Людям Надо объяснять Что Троица Путь Спасения Это Надо Ветхий Завет Это Целые Занятия Надо Вести А Поэтому Они Просто Решили Будем Говорить Бог На Все Бог И Все Никто Никаких Вопросов Не Задает И Ты Сказал Хорошо Бог И Люди Бог Услышали Бог Хорошо Бог Ладно А Дальше Ничего Нету Ведь У нас Должны Быть Те Чувствования Что Во Христе Иисусе Не Просто Бог Над Нами Ну Хорошо Уверовали Что Бог Есть Ну Дальше А Теперь Как Исполнить Посты Так Кто У меня Был Я Сейчас Не Помню Кто То Ко Мне Зашел В Дом И Говорят А Че Тут Такое У 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 А Это Приехала Лиза С Отцом Андрея И Говорят А че Тут Павловский А там же У меня Рядом Мечеть И Там Их Куча Мель Я Говорю Так Какой Сегодня День Вторник Я Говорю Вторник Они В пятницу Собираются На молитву Вторник Это значит У них Закончился Пост И Точно Так И Закончился Пост И Этих Мусульман На машинах Одни Мужики Туча Негде Поставить Машину Там Прямо Ходит Море Мужиков Рядом С этой Мечетью Где Они Молятся Своему Аллаху Богу Ну Как Они Считают У Нас Такого Никак Не Нет И Я Поэтому Просто Ну Неужели Наши Священники Я думаю Не потому Священники Еще Не ходят По улицам Что Они Стесняются Вот Этого Потому Что Каждый Подойдет Спросит Слушай Чего Так Много Мусульман У нас Шарится Мужиков Вот Мечети Зайдешь К нам В храм Стоит Два Три Мужичка И Все И Туда Старичка А Если Есть Там Они Сейчас В Нагремале Он Стоит И Видно Стоят Все Холеные В Галстуках Ну Как Путин Стоит Так Все Стоят Начальство Все Собралось Тут Стоят И Патриарх К ним Подходит Патриарх Подходит К ним Этот Архиерей Подбегает По Раз Поцеловал Руку Архиерей Патриарху И Так Они Взяли За ручки Все А Остальные Начальники Стоят И Подходит Патриарх А они Не знают Что делать Они Не знают Они стоят Переминаются Перед ним Проди На вытяжку Знают Что Путин А он Раз Руку Протянет Протянет Они Раз Руку Поджмут Следующего А другие Уже Поняли Можно Руку Тянуть Патриарх И Такие Тянуть Я думаю Господи Помилуй 30 Почти Лет Уже Как Вот Это С 91 Года Мы От Этого Отошли И Сами Жи Священники И Не Могут Привить Обыкновенных Наших Знаков Внимания Православных Что Патриарху Священнику Ручку Целуют Что Благословения Просят Ну Ты же Начальник У тебя Столько Всего Чтоб Ты Не Воровал Ты Руку Поцелуй Божию И Не Будешь Воровать Нет Руку Патриарху Здорово Номенклатура Я Тоже Ворую Ты Сколько Я Много Я Тоже Ох 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 А Все С Путина Идет Путин Ни Разу Не Поцеловал Руку Патриарха Ну Если Ты Такой Верующий Кстати Он Сейчас Хуже Стал Креститься Раньше Он Начинает Корявить Ну Все Это Влияет Все Влияет Ну На Учение Через Кого Идет Ну Через Учителей Правильно Христос Пришел И Начал Учить Сразу Не Для Того Чтобы Возвыситься Перед Кем То Где То Там Ну Молодец Ты Полетел На Север Туда Полетел Сюда Да Ты С собой Возьми Побольше Семеналистов С Евангелями И Пока Все Стоят Быстренько Ребята Туда Они Быстро Пробежали Евангелие Смотришь Там Беседуют Там Беседуют И Люди Беседовать Будут Они Начнут Что-то Узнавать И Глядишь Уже Кто-то Патриарху Подойдет И поцелует Руку Как надо Благословиться Хотя бы На жизнь Свою Грешную Второй Третий Стихи И он Отверши Устарства И учил Их Говоря Блаженны Нищие Духом Ибо Их Есть Царство Небесное Толкование Народ Приступает Для чудес А ученики Для наставлений Посему После Совершения Чудес И Исцеления Тел Врачуют Души Дабы Мы Знали Что он Есть Творец И душ И телес Он Улучил И не Отверзая Уст То есть Своей жизнью Чудесами А теперь Учит Отверши Уста Учил Не одних Учеников Но и Народ А начал С блаженств Так как И Давид Начал С блаженства Псалом 1 Прежде всего Выставляет Смирение Как бы Основание Так как Адам Пал от гордости Возмечтав Стать Богом То Христос Выставляет Нас Посредством Смирения Нищие Духов Это суть Душевно Чувствующие Своё Недостоинство Это как легко Там столько Семинаристов Столько Везде Вот у них Семинаристов Ездят Это же Их подготовил Семинаристов Даже сам Ты допустим Ну тебе Горло у тебя болит Или что Подготовил Семинаристов А я помню В Одессе Был В 89 году На море Отдыхал И мне очень Хотелось Библия Чтобы у меня была У меня была С 87 года Библия Маленькая Такая Карманенькая Такая толстенькая Финская И папирусная бумажка Тонкая Тонкая Но такая Плотная И там Буквки мелкие И мне хотелось Чтобы у меня Была Библия Такая большая Я пошел В Одессскую Семинарию Так там Семинарист Там Подготовленный Он так Это Бойко Отвечает На вопросы Там все Такой Ходит Там столько Людей Туристы Монахи Там на огороде Там Овощи Там все Окучивают Там собирают Как раз Август месяц Был Конец Они там много Носят Корзинами А этот Такую толпу Ведет И все его слушают Туда подходит Там рассказывает О храмах О все Ну тогда О гонениях Сильно Не рассказывали Так вы Представьте Как интересно Было послушать То есть Они подготовлены Я вот к чему Говорю Это В 89 Году Я его Заслушивался Библии Дорогие были Так И не смог Купить Там Тысяча рублей Библия Это ужас По тем временам Представьте По тем временам Да Ну Однако А теперь Что их не подготовить Теперь Можно со всеми И Про большевиков Рассказать И про то Что отчуждение От Бога было Поэтому Господь Такое нагнал У нас Большевицкое Этот кнут Ну То есть Можно уже Поговорить Намного Ну пускай О Сергея Строгородская Не будет разговора Так взял с собой Семинаристов И вози их Автобусами Ну что Путин не даст денег Что ли На лишний самолет Или автобус На автобус Вообще Не проблем Нету Оставил там Их Давайте ребята Сразу Так Сказал он слово Вот Господь Сказал слово Напитал А теперь дальше Душу Лечит Чем Чудеса Сделались Люди Исцелились Ручки Ножки Заработали Все Все радостные А теперь вперед Занимаемся Питанием душ Рассматриваем Заповеди Божьи И хотя бы По заповедям Божьим Занятия сделали Вот блаженство Да Ну начало Евангелия Все понятно И посадили всех И прям быстренько Вот как мы сейчас Проходим Раз прошли И все Понимаете вы Куда вы пришли Кто такой Патриарх Вы понимаете Вы к кому Пришли К какому Человеку Пришли Для чего Пришли Вы к Христу Пришли Патриарх Ездит вам Рассказать о Христе А вы то Не понимаете Ничего Стоите Бритые Без платков Игорь У меня снова Предложение Чтобы он читал А ты бы объяснял Ты читаешь Объясняешь Да ничего страшного Ничего Ничего Пускай брат Он много читает Я читаю Я мало Блажен Блажен Плачущие Ибо они Утешатся Плачущие То есть о грехах А не о чем Либо Житейском Сказал же Плачущие Разумея Плач неоднократный Какой-либо По Всегдашней Но Всегдашней Притом не о своих Только грехах Но о грехах И ближних Утешатся же Они Утешатся Не только Там Но и здесь Ибо кто Плачет о грехах Тот духовно радуется Особенно там Здесь он радуется По надежде Получить прощение Грехов А там будет Непрестанно радоваться Получив Жизнь Блаженную Ну про там Это понятно Все про там Кто туда попадет Что там Не радоваться Это ясно уже А вот про здесь Нам Про здесь Плакать о своих Грехах Это очень сложно Плакать о своих Грехах Помните Эта песня Если делают Дети ошибки Трудно в них Узнавать нам себя И тут скнеет Взгляд нашей Улыбки Осознание Грехов Это я Да То есть Вот о детях Даже плакать сложно Когда они делают Грехи о себе Что ты грехи делаешь Это надо же Тем более У нас исповедь Есть Вроде Поисповедался А вот и все И грехов нету А теперь Когда они будут А грех не грех Еще Да и ничего Вроде Да То есть А еще О грехах Чужих Надо плакать Чужих Грехах Игорь Можно Вот в настоящее время Я заметила Что Даже у верующих Есть Вот Как раз Плачет От А других Что Вот живут Дети Мирской жизни Хорошо Живут там Не разошлись Да Есть дом Машина И это Как бы Нормально И нету Такого Даже Усторжения Сожаления О том Что они Не верующие А начинается Беспокойство Когда Вот Что-то У них там Рушится Или рушится Или по здоровью Что-то Или болезнь И когда Начинается Или с детьми Там У кого-то Кто-то Куда-то В бандиты Попал Или еще Вот это Самое Главное Что Забота Наша Должна Быть О том Что И плач О том Что они Не верующие Вот в этом Горе И величайшее Горе Как Души Могут уйти На веки Вечные Которым Нет Измерения Сегодня На занятиях Вот С ребятами Был Я спросил Четверо Были Двое Братьев И две Сестры И все Учатся В школе И спросил Среди вас Кто-нибудь Хоть одного Человека Верующего Видел Им уже Достает Зрение Духовного Ну и Телесного Чтобы понять Верующий Или нет Потому что Они уже С кем-то Сравнивают Я понимаю И они Все ответили Нет В их классах То есть Они рядом В школе Не видели Ни одного Верующего Понимаете Как это Сложно Это Так Сложно Вот Войти В это Положение Что Народ Погибший Как сказал Господь Я пришел К погибшему Идите К погибшему Народу Израилю Не к погибающим А к погибшему А мы Вот такими Мелкими Вот такими Мелкими Вот этими Своими Изверинками Вот Смотрим А Господь Говорит Да нет У вас Никаких Благословений Священники Я проклял Все ваши Благословения Не ходите Говорите Дворы мои Не молитесь Не топчите их Не хотите Не веруйте И вот Оставайтесь Дома лучше В воскресенье Никто никуда не едет Вот и спите В воскресенье Вот едешь Ну нормально Никого нету Проехал Все хорошо Все нормально Прям здорово даже А с другой стороны Все время еду И думаю Господи А как же было прекрасно Если бы вот такая Это машина Еще полненькая Ехала бы еще в церковь Да пускай Никто не в нашу И туда в церковь И туда в церковь И смотришь Поток такой Едут все в церковь Как мне бабушка одна В Тогуле В девяносто шестом году Я иду У меня такая Желтая рубаха была Глинная Под поясок Поясок такой Наборной был Красивый Такой длинный Такие коскисти Бахромой И я иду в церковь Утром В воскресенье Рано пошел Потому что Татьяна Павловна Ночевала Все время В бане там И часов Наверное шесть И она сидит Там на заваленьке Я даже не заметил Вот нему по дороге Иду Она такая Ой Это Как же она мне сказала Парнишка Как-то Как-то хлопец Что-ли Я такой Повернулся Говорю Бабушка Чего вы говорите Она Да я вспомнила Пару бак Ой какой Пару бак Я говорю А это Чего вы такое Да я вспомнила Как молодости Это Я смотрю Бабка это старая Я говорю А сколько вам лет-то Она Да мне уж 90 Там два что ли Я говорю Ого Я говорю А что это же Давно было Это Еще царь был Да конечно Царь был Еще Я говорю А что там Такое Ну не спросил Какой год А у нас Говорит Вот там Пять деревушек Было И там Один храм Был большой Говорит Мы построили Все Все народом Народом построили Белый такой И я Говорит Маленькая девчоночка Говорит Помню Бегу А потом остановилась Красота-то какая И там Говорит Вот так вот Погореть Говорит К храму И идут Говорит Парубки Идут Девчины И говорит Все в белом А у них-то не то Что у тебя кисточки У тебя маленькие У них были Вот прям А сапоги-то Начишены Бабка вспоминает А все Говорит Идут Как лебедушки Говорит В белом Говорит Все Плотки Говорит Белые такие Я говорю Они вот так Завязаны Она Завязаны Нет Нет Говорит Так никто Не завязывал Понятно То есть Вот так вот Было как-то Ну булавка Или что Непонятно Это какие-то Скрепы были Уже Уже были Наверное Да И Я вот Эту бабушку Вспоминаю И я рядом Никого не видел Верующих Поэтому Тех времен Не застал И она мне Это рассказывает А мне на такой Степени Я говорю А храм-то Где я Не видел Там храма Я-то там Ежу Да А это Взорвали Храм Взорвали Порушили Я говорю Вот так Вот так Вот Что потеряли Это все А теперь Уже У разбитого Корыта Что теперь Кого просить Где этого Искать Волшебника Трак тебе Дох Рыбку Золотую Где найти Нету волшебника Христос Есть А на Христа Никто не Спробит Потому что Ну это плотник Его распяли Он не интересен Ну чудеса Там сделаем Слепой Сделал Зачем Ну что это Мелочь Не тебя же Это что Всем заболеть Надо что ли Ну и получается Все больные Слепотой Все слепые Только духовно Слепые По дорогам Вроде ездят Ну и все равно Разбиваются Сколько Гибнет Сколько народу Там гибнет Там От чего гибнет Ну правильно Этот монах Мне так и написал У вас Гибнет Потеряете Много И в общинах Гибнет Творится всего И перечисляют И мошка вас заела И картошка У вас там Что то с картошкой Там случилось Жуки И детей Гибнет Дети то от вас Все уходят А все Гибнет Потому что Вы что то там Заповедями Нарушаете Ну так то Можно отсюда взять Какой этот Зерно От монаха Но он сам Сильно в монастыре Хочет остаться Не хочет выходить Да Сложно Это тоже Блаженны кроткие Ибо они Наследуют Землю Некоторые Под землей Разумеют Землю Только духовную То есть Небо Но ты Разумей И свою Землю Кроткие Почитаются Презренными И бедными А Господь Напротив Говорит Что они Они то Особенно И имеют Все Кроткие же Суть не те Которые Вовсе не гневаются Таковы И бывают Только лишенные Разума То есть Придурки Но те Которые Могут гневаться И воздерживаются А гневаются Только тогда Когда Должна Вот я Игнатив Сейчас все время Вспоминаю Как он В тюрьме Советской Мог так Проповедовать Чтоб камеры открывали Это же Категорически Запрещено Это такую Крутость И смирение Надо было Перед всем иметь И Господь Видя все это И все Видели же Что он Круткий И смиренный И когда Его отправили В этот Джаматас И там Эти казахи Били Которые Всех Долбили А его То не тронули Вот Господь Видел же Что Ну Если у него Что и есть То бить То его не надо Еще Не был он К этому Приготовлен Чтобы Битье было Ну там Всякие унижения Там Голод Там Ясно Там Всякие Издевательства А ни разу Один раз Только по руке Ударил Когда креститься Начал Казах Майор Вот так Раз А другой В сторону Отвел А потом Сказал Этот Следователь Который Отводил Я Говорит Ему Сказал Что К вам Пришло Распоряжение Чтобы Его пальцем Не трогали Остальные Бьют И те К нему Подлазят Как Как К Христу Как К змею Но Чтобы Спастись Батя Батя Говорит Батя Не тронут Это Уж Поближе К вам И Все равно Доставалось По полной Программе Это Не факт Что Если ты будешь Со Даже Если достанется То ты будешь Мучеником Но Быть Побиваем За Христа Это Такое Такая Награда От Господа Невероятная Это тебе Не за то Что ты Подошел Кому-то Сказал Заносов Дернул Что-то Сопки Тут Распустили Нет Это Брат Духовная Жизнь Тут Просто Бы Христианином Жить Я где-то читала По-моему У Кронштадтского Там Вопрос Сказал На кого Можно гневаться И он Сказал Кронштадтский Гневаться Нужно На Кощенников И на Святотатцев Единственное И еще На себя Самого Когда ты Грешишь Ваши В первую очередь Не Ну там Про Вмежи Мы знаем Что Кто Враг Это наш Основной Что Это Мы Сами Потом Этот Мир 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 Потому что Не любите Мира Не того Что В мире И Сатана Сатана То есть Мы должны Быть в гневе На себя Самих Тут Все Подразумевают Очень Очень Много Подразумевается На себя Самих Вот У нас Вот Я могу Так сказать Что Наша Община Собрана На Праведном Гневе Душ И Даже Некоторые У нас Это Не Осознают Которые Здесь Находятся Люди А Просто Их Ведут Может Быть Их Родственники Или Какие То Очень Кто Близкие Души Которые Претерпели Вот Эти страшные Гонения От Большевиков Я Не Знаю У Меня Тоже Видать Может Кто То Есть Но Я Думаю Что Мой Прадедушка Который Был Ротмистром Фортификационщиком Первую Мировую Воевал И Потом Сразу В 17 Году Сразу Пропал Он Учился Военной Академии В Петербурге То Видно Или Может Примкнул Или Просто Как Офицер Пострадал Не Знаю Кулаков Я Не Знаю Были У Кулаки Или Нет Скорее Всего Тоже Были Потому Что Об Эм Очень Мало Известно Тут В Сибири Мои По Матери Родственники В Алтайском Крае Рассказывают Что Один Прятался А эти Скачут Скачут На конях А он Прыгнул В реку В ноябре И Застыл А кто Скачет Ну Как Эти Партизаны А какой Год Был 21 21 Точно А какие В 21 Году Партизаны Гражданская Война Здесь Закончилась В 20 Точно Даже В 19 Колчака В 19 Году Уже Поймали И расстреляли Поэтому Здесь Я говорю А кого Кто Прятался А мы Не можем Даже Сказать Ну На конях Скачут По деревням Только Красноармейцы Могли Скакать Чоновцы А что Он прятался Да мы Сейчас Не скажем Чего Прятался Ну Все Молчат Тихо Никому Не Рассказывай Если бы Он был Герой Партизан С белыми Воевал Наверное Прославлен Был А тут Просто Тихо Умер От того Что Убегал От кого Убегал Непонятно Даже Люди Бегали Когда Надо Было Сеять Убирать За семьей Ухаживать Своей Скотину Растить Другим Людям Помогать Все же Тогда и бабушки Были И дедушки Немочные Все вокруг Пенсии Не было Во работы Все воевали Я вот Послушал О монастырях Передача Была Разных И там Один монастырь Построенный Княгиней И она Монастырь Для тех Кто Пострадал Во время войн Разных Солдат И там Содержалось Семьсот Человек Калейки Всякие И так далее Сколько На них Жалований Жалований Как там Как они В баню Они по очереди Ходили Там Топить Все у них Так было Все аккуратно Все построено Большевики Пришли В семнадцатом Году Тут же Закрыли Это все Разбросали Всех этих Инвалидов Где попало А они же За царя Там воевали Господи Помилуй Да что Творилось Это такое Непонятно И этих Говорит Молитвенных Таких зданий Около Каждого Храма Они были Эти Назывались Богодельни Назывались Они Богодельни Называли А на самом деле Это Они Назывались Для инвалидов Короче По уходу За инвалидами Да По уходу Здания По уходу За инвалидами И там Монахини Трудились Сестры Милосердии Там были Это те Которые Не монахини А просто Девицы Которые Приходили Помогать Ну все Было Уже Для того Чтобы Развивалось Это бы Все развивалось Дальше Развивалось Все Позакрывали Понаделали Этих больниц Непонятных Туда Сюда Милости Это нет Называется Сестра Милосердия Шли Это люди С милостью Кроткие Смиренные Шестой Стих Блаженны Алчущие Жаждущие Правды Ибо Они Насытятся Так как Господь Намеревается Говорить О милосердии То Наперед Показывает Что Должна Соблюдать Справедливость Дабы Не делать Милости И милости Изнаграм Не делать Ну то есть Не давать Милости Изнаграм Кто алчит И жаждет Тот Сильно Желает Насытиться Так сильно Подобно Желать Правды Нужно И соблюдать И Поскольку Любостяжательные Представляются Живущими В довольстве И сытости То Господь Говорит Что тем более Праведные Насыщаются Они насыщаются И всей жизни Ибо владеют Своим Имуществом Безопасно Ищущие Господа Не терпят Нужды Ни в каком Благе Псалом 33 11 Не видел Я еще Праведника Который С протянутой Рукой Ходил Праведника Ну то есть Говорится Об истинном Праведном Человеке Потому что Если ты Истинно Праведный Тебе Всегда Найдутся Братья Сестры Которые Тебе Помогут Всегда Я помню Приехал Слава Волков Такой Ну что Как Я Вот так И так Пошел 500 рублей Достал Дал им 500 рублей Потом Сейчас Пойду Посмотрю Еще Потом Пришел Приносят Всяких Там Сардель Он В мясном Цик Работал Потом Сейчас Еще Надо будет Позвонить Пошел Позвонил Куда-то Ну все Можно Ехать На работу Устраивался На работу Можно Устраиваться Поехал К Надежде Андреевне Все В этот же день Не успели Закручиниться Уже все Господь дал И деньжар Подкинул И еды Немного И работа Уже есть И все Ну а там Дальше Я отъелся Сами На колбасе Ты приехал Худенький Я очень Худенький Долго Вот такие Вот бывают Делы Это я только О себе Рассказал А сколько Людей Молятся Друг за дружку Ну это Вот так Просто С Мариной Попали Непонятно С каких Краев Приехали И сразу Сюда И как говорится Переселенцы По полной Программе Безо всего Все там Бросили Что было И уехали Сюда А сейчас Если бы не бросили То вот так Жили Как Барина Бога Это прожено Ну там может быть И можно было Выбиться Но быстрее В тюрьму попасть Там же все Золото Золото Где-нибудь Попался бы На этом золоте Отчаянно В этом плане Не признавал Этой советской власти Да Ну а вот что Особенно Говорят Те которые Говорят Мы помогаем Бедным Ну вот сейчас Государство Что-то делает И там таблички У храма висят Я считаю Все таблички Сорвать надо было Там Такой-то там Перечислился На этот храм Такой-то Табличку переплавить Просто И какой-нибудь Крест хороший Сделать из нее Где-нибудь Подрузить его Потому что Ну вы Побойтесь Бога-то Хапуги Вы откуда Все это взяли Ты что Своим Мускулным усилием Заработали Я Как Человек Который На добыче Золотой На Колыме Я знаю Как это все достается Абрамовичам И остальным Дерибаскам Наворовали полностью Да и все Сколько людей В могилу спустили Просто никто Это не знает Ну как никто Не знает Знают все Да никто не посадит Потому что Рука руку-то там Моет Наверху Везде А это Газ и нефть Вы что смеетесь Как можно Одному человеку Получать дивиденды За газ и за нефть Какие-то Компании И он Во главе сидит Да откуда бы ты Голодранец Мог столько денег Собрать Хоть одну свадь Жену-то пробурить Это все Сделал государство Народ сделал Все это А не один Какой-то человек Там если даже Говорить уже О нефтедобыче В царь При царском Режиме Времени И то Частные компании Все основано На деньгах На правительственных Невозможно было Самим такое потянуть А потом Все это реквизировали Все эти компании Стали народными А потом Вдруг опять Отдостались Частным лицам Которые Вот мы их возглавляем Да вы кто такие-то Что возглавлять Вы кто Вы что Учились В георазведочных Институтах Нет Расскажите Кто вы такие-то Да никто Евреи просто Которые По Материнской линии Стали Руководителями Все Прихватизация Называется Больше ничего нету Вот так Все Разошлось Ну как бы У нас В храмах Все сделать Чтобы было Поистине Чтобы верующих Ставили Не просто Взяли пацанов Набрали семинаристов Потом Вот они Священников Наготовили Но не так же Это все было Вот Вот брат Наш Матфей Вот мы Его избираем По Желью Он попал Потому что Всегда С нами Был Ходил За Учителем Не Стеснялся Его Проповедовал Вместе Вместе С нами Все И теперь Господь Его избрал 12 Ну так вот Избрание Это было Наверное Я понимаю Конечно Надо Нашим Архиереем Забрать Как можно Больше Территорий Территорий У нас Большие Да Чтобы Туда Надо Везде А то У нас Священников До сих Хор Не хватает Да Для чего Не хватает Где Быть В чем У нас Общины Люди Собираются За Сотни Километров Да Если Там Верующие Люди Да Это Община Да Общение Истинное Да Они Соберутся За 300 Километров К тебе Будь ты Один К Нашему Батюшке Да Можно И В священнику В одному Поездить Ну Как Это Доказать Как Показать Это Все Вот Батюшка У нас Был Здесь И Проповедь Говорил Это Отец Леонисий Говорит Вот Хорошо У нас Было С народом Позанимался Да У нас Что Заниматься Некому Батюшка Пускай Служит У нас Есть Кому Позаниматься Давайте Позанимаемся С народом Нам Какая Разница Где Толкование Читать Правильно Так Никто Не даст Вот Чем Дело Священник Сразу Так Это Чего Народ Тебя Слушает Да Не Меня Услушает Слово Божие Слушает Сам Садись Читай Еще Жалко Что Ли Да Меня Не Будет Слушать Тот Тот Дело Почему Непонятно Как Это В том Я Понимаю Он Меня Исцелил А Вы Не Знаете Кто Пророк Или Не Пророк Вот Это То Непонятно А Вы Ищите Подискиваетесь Под Человек Под Человек Сами Не Можете И Других Не Пускаете Одно Только Сетование Блаженны Милостивы Ибо Они Помилованы Будут Милосердие Можно Оказывать Не Имуществом Только Но И Словом А Ежели Ничего Не Имеешь То И Слезами И Вздохом Они Получат Милость И Здесь От Людей Ибо Кто Вчера Оказывал Милость А Сегодня Пришел В Бедность Тому Все Будут Оказывать Милость Особенно Там Бог Я Смотрю Это К Насте На Похороны Ох И Народу Собралось Сначала Никого Никого Такая Толпень Откуда Все Пришли Откуда Я Не Понял Ну Вот Просто Умер А Тут Видать Что Передавали Какие Слова Там Видать Это Женщина У Ней Там Четверо Детей Там Верующая Ну А Ребята Похорошие Мы знаем Да Они Не ругаются Ничего Девчон На Работе Да Что Там Со Школы Там Я Не Знаю Там Со Всех Улиц Народ Там По Мосток Я Проходил Мосток Весь Забитый Перед Мосток Пропорить Сказал Они Начали Откуда Сбегаться Люди Куда Они Все Собрались Мне Так Приятно Стало Думаю Надо Господь Как Делает Наступроводение А я Сначала Пришел Там Несколько Человек Сидит Ну Так И Должно Быть Про Идеи Думаю Все Ну Сейчас Наши Общины Да Ну И Кто Там Знаком Немного А Потом Пришло Народ Сколько Прям Вот Эти Слова Есть Милостивая Она Такая Милостивая Никогда Я Все Регулиругал За Андрея Все Регулиругал Доставлась Меня Ну Хотели Счастья По полной Программе Но В ней Счастье В другом Счастье Ее Чтобы Вы На занятиях Были Рядом С нами Понятно И Она Радуется На Нем Знаете Это Она Другого И не Хотела Ничего Она Только Как говорится При этом Раскладе Она Отсюда Ушла Как бы Отпустили Ее Ну Знаете Как это Обычно Отпустите Меня А то Сколько Как долго Она Мучится Это Пока Что Пока Ты Сам Не Хапанул Этого Ты Не Понимаешь Вот Я Хапанул Немножко Желудочных Болей Там Всего Лишь Несколько Часов Я Начинаю Понимать А У Ней Постоянно Что Говорить Ну Господь На сердце Положил И Проводили Хорошо Еще Впереди Там Много Чего Интересного Ждет Еще Андрей Он Не Слышал Ничего Когда На тот Свет Придем Он Еще Услышит Что Мы Говорили О чем Как Пестопение Какие были Прощальные Слова Откроется Батюшка Да Чтобы Открылось Ему Все Вот так Видать Здесь Не Откроется Уже Сложно Потому Что И препятствия Инвалидности Духовные И первая Любовь Это потерянная От Господа Причем Очень сильно Если у нас Миша Кается Постоянно То там Беспробудно И беспросветно Еще Такую толпу Немых Отсюда Уел Ну То есть Как говорится По полной программе Всем детям Молиться Еще Не Замолиться А еще Будут молиться Или нет Непонятно С такими Усилиями Оставляем Вас Здесь Как будто Мы Вас тут Это Сами Хотим съесть А не накормить Кто Тетя Какая-то Кто Дядя Вы уж Прекратите Это Дело То Мне Прям Так Горько Ну Надо Что-то Делать Ты Уже Ну Делай Все Понятно С тобой Все Понятно Ну Ребята Они Че Виноваты Этот Вообще Уедет Сейчас На праздники Хоть Приезжай Вообще На каждый Выходных Собирался Приезжать На каждый Выходных Даже Возможность Какая По крайней мере Когда Как Буду стараться Чтобы Каждый Может кто-то Там будет Ездить Чтобы Это Не Очень Накладно Было А сколько Там Это Денег Стоит По автобусу 130 130 рублей Сюда приехать 130 Приехал На остановку На двадцатку Сел Двадцать Ну Не Дешево Ну Смотри Короче Говоря Ну Все Компенсируют Братья Братья У нас Милостивые Так Что Я думаю Что Главное Чтобы Ты Здесь Был Близ Еня Ну И ты Тоже Немножко Начинаетесь Даже Это Я могу Сказать Что Вот мы С Мариной Говорят Там Марина Готовит Вкусно И так Далее А никто Не знает Что Я Активно Помогаю В этом Деле Я Нарезаю Там И так Далее Готовлю Там Что Надо Особенно Она Лук Не любит Чистить Картошка Ну Не Потому Что Может Ногти Попасть И Чтобы Пальчики У нее Грязные Не были Ну Мне Все равно Как Где Грязные Я Должен Быть Чуть Красивее Обезьяны Про Женщину Это Не Сказано Женщина Должна Быть Как Христос Преобразившийся На горе Фавор Ну Да Поэтому Надо Помогать Друг Друг Так Не Надо Одного Человека Загрузили Пускай Там Тянет Ну К Помогать Надо Хорошо Один Человек Готовит Отлично Он Должен Своей Рукой Положить Это Все В кастрюлю А Вот Все Что Положить Должны Все Подготовить Помочь Начистить Принести Там Где Чтобы Все Было По Другой Это Быстро И Тогда Все Раз И Готовит С удовольствием Вкушаешь Вкусную Пищу А не Так Как Там Хорошо Пройдет В живот Да Но Есть Люди Которые Рука Поставлена Я могу Это Точно Сказать По Своей Жене Она Уехала Не себе Приготовить Ничего Уже Вообще Есть Не могу Ничего И Главное Можно Что Хож Есть Колбасы Ничего Не лезет Все А Пост Начался Пост Нормально То есть Вот Простая Такая Овощная Пища Как На место Стало Получше Но Все Ре равно Сложно Так Что Вы Друг Дружке Помогайте Ты Уже Такой Большой В Твое Время Я Везде В Туристах Ходил Уже Сам Готовил Полный С консервов Мы там Готовили Рыбные Супики Всякие У нас Там Помните Тогда Были Щи Рассольники В банках Такие Неплохо Было Готовые Ну Готовые А тут У вас Огород Сво Есть Там Огород Хоть Повыдергали Травут Все В траве Было Кошмар Вы Вы Хоть Перед Это Знали Что Приедут Братья Сестры Немножко Огород Прибрали Я посмотрел Вот это Четверо Детей Там Просто Нет Там Нет Хозяев Были Были Моими Детьми Я Представляю У меня Вообще Мы Не Сидели Я Сидел А Вы Летали Вокруг Вы Вкусно Питались У меня И Были Поджары И Подтягивались Раз По Тридцать Уже Это Что Такое Никуда Негодяще Се И Знали Б Евангелие У Юйка Ну Конечно Тут Надо Сейчас Помогать Другому Тем более Отец Вам Ну Никак Вы Его Только Научить Уже Можете Чему Он Может Вас Научить Проповедник Он Был Хороший Насколько Хороший Я Не знаю Но Не Думаю Что Он Больше Вас Может Знать На Занятиях Он Никогда На Детских Не Был Увер Он По Наитию Души Будучи Там До Самого Скотского Состояния Доходящего Бог Дал Ему Да Это Как Говорится Один Шанс Ну Да Это Возрождение Было Сильное Отец Это Просто Чудо И То Что Он Сейчас Такое Еще Это Тоже Чудо Падение И Бог Ему Дал Такую Жену На Настя Как Любил Это Господи Помилуй Да Так Разве Можно Жить Да Детей Столько Духа Могу Одно Сказать Про Настю До Самых Последних Дней Могу Только Вспоминая Ее У Меня Никогда Я ее Не Представлю Какой-то Мертвой Она Живее Всех Живых Как Ленин Как Про Ленина Говорили Что Живее Всех Живых Я думаю Ну Как Довод Прям Ну Святая На Моих Глазах Так С детишками Нянчиться До Победного И все И главное Это видно Что остаток Какой есть Они же Здесь Видите Фрося Там Там Была До Этого Там И Ваня Оставался И Они Чередуются На Хозяйстве Отец Еще Дураком Не Был Сейчас У У У Все Блестело Как У Кота Шорст На Дачку Я Ему Предлагал Что Давай Я Зайду Тебе И Полностью Из Гипсокартона Тебе Все Сделаем Сестры Давали Денег Для Меня Тебе Дадим Деньги Соберем Чтоб Ты Там Сам Делал Закупал Все Ему Не Доверен Все Бы Уже Было Отказал Что Заняться Нечем Мужику Уже Под Срань Дель лет Пора Надумать Та Уже Хоть Немножко Милостей Быть Детям А Что Делать У меня Здоровья Нет Молитесь Может Болго Здоровья Это Недолгая История Интересно Работать Если Помощники Будут Конечно Я Я не поднять Не Покараулить Не подпрыгнуть Я ногу Задрать Не могу Суставы Никакие Все Мне чтобы Ногу Поднять Приходится Вот тут Что-нибудь Намотать И вот так Вот Тянуть Не сгибается Сустав Вообще Теперь уже Сейчас они Подрастут Они помощники Хорошие В принципе Это вот Помощники Кто там Нужен Поставить Шурупы Прикрутить Ваня Шуруповет Там работает Ты работаешь Вообще Какие Проблемы Ну пока Что нет Вообще Никаких Договоренностей Поэтому Это так Все Если уж Сам придет Он попросит Меня Тогда еще Будем Разговаривать Или уйдет К сестре Или уйдет Куда-нибудь Тогда можно А так Не знаю Он нам с Настей Расписку писал Как он Согласен Чтобы братья Помога делали Да Ну у него еще Свои ноги есть И он Очень хорошо Объясняется Он разговаривает Нормально Мы с ним беседовали Меня сатаной Нормально Называет Так что Откроется Восьмой стих Блаженны чистые Сердцем Ибо они Бога узрят Многие же Хищничествуют Не обижают И даже Милосерды Но Блудодействуют И в других Отношениях Бывают нечистые Посему Христос Поверевает Соединять Соединять С другими Добродетелями Чистоту Или Целомудрия Не только По телу Но и По сердцу Ибо Без Святыни Или чистоты Никто не Узрит Господа Как зеркало Тогда Отражает Образы Когда чисто Так может Созерцать Бога И разуметь Писание Только Чистая Душа Игнать Тихонович Короткий Такой На слово Писание Милый Комментарий Здесь Взаимосвязь При чистой Жизни Бог Открывает Смысл Священного Писания А усвоение Писания Делает жизнь Еще более Чистой И побуждает К ревности И подвигу Во Христе Созерцать Бога И разуметь Писание Может Только Чистая Душа Че Час Так Ну все Час Прошел Так Учет У нас Еще Ну тут Еще Три Заходи Блаженства Давайте Прощем Да и Все Тут Не было Девятости Блаженны Миротворцы Ибо Они будут Наречены Сынами Божьими То есть Не только Те Которые Сами Живут Со Всеми Мирно Но и Примеряют Других Враждующих Миротворцы Суть И те Которые Учения Обращают Врагов Божьих Таковы Суть Сыны Божьей Так Как Единородный Сын Божий Примерил Нас С Богом Когда Мы были Враги Его Миротворцы Ну вот Могу так Сказать То что Мы не были Миротворцы Православными Мы Православные Вот Разделения Начали Происходить У нас На восток И На запад И пришли Мусульмане В эти Моменты Как раз Спрашивайте Вы Испанцы Давайте И от сына И от отца Сходит Спрашивайте Его Как на него Это повлияло Спросили Его Так он Безбожник Ну да Ну вы Теперь Спрашивайте Восточные От сына От отца Давай Так А его Спрашивали Мы слышали На вопрос Он Безбожник Давайте Другого Другого Среднего Давайте Другого Среднего Чпок Садим Так Это тоже Безбожник А вы Что Хотели Враждовали Враждовали Между собой И думали Что Христы Будут у вас Тут Везде Сидеть Через Тысячу лет Довраждовались Вот Мусульмане Мусульмане Или Безбожники Верующих Нет Попробуй Найди его На всю школу Ты только Один Такой Идеальный Других Нету Которые В церковь Ходят Субботу Воскресенье Никого Нету Все Довраждовались А нужно Было Мирить Враждующих Мирить Нужно Было Никого В церкви Не нашлось Чтобы помирить Ни одного Человека Не нашлось Святых Полно А не одного Миротворца Деду Но так Нет Или я что Придумал Про мусульман Причем Мусульмане Возникли Там Где были Христиане Там Целые Государства Были Христианские Вот Где Йемен Там Было Христианское Государство Ты знаешь Об этом В шестом Веке Когда Родился Мухаммед Там Было Христианское Он Родился В 570 Году Там Было Христианское Государство Где Вот Йемен Он там Родился Там Мекка Это Медина Огромное Христианское Государство Напротив Это Как раз Эфиопия Напротив Эфиопия Христианское Государство И тут Было Христианское Государство Там Был Знаешь Кто Григорий Америцкий И город Этот Столично Назвался Америт Чернокожие Нет Они Арабы Да Эфиопия Была Эфиопия Тогда Нет Она Не Эфиопия Была Эфиопия Эти Никто Никто Не Примирился Сложно Быть Миротворцем Сложно Быть Миротворцем Вот Я Считаю Что Великий Миротворец У нас Это Игнат Тихонович Как У него Это Получается Быть Миротворцем Вот Он Пытается Это Сделать Даже Мусульманам Он Пытается Применить Некую Тактику Миротворчества Чтобы Их Мухаммеда Не Трогать Еще Один Плохо Получается Даниил Сысоев Миротворец Был Он Пытался Обратить К православию Православия Мусульман У него Такая Цель Была Удачно Это Дело Пока Его Не Застрелили Мусульмане Но Он Миротворец Миротворец Я Читал Что Он Говорил О Русско Православной Зарубежной Церкви Но Для Него Хуже Чем Мусульмане Там Были Он Мы С Мусульман Обратить Это Уже Миротворческие Действия Я Узнаю Григорий Амирис Миротворец Был Миротворец Пришел К этому Князю И Говорит Тут У нас Много Евреев А Евреи Поубегали Туда И Говорит И Они Не Хотят В христианство Обращаться Ты Говорит Это Эдикт Выпусти Кто Не Обратится Через Десять Дней Того Казни Или Пускай Уходят Из Страны Евреи Собрались Все Короче Говоря И Князи Пошли С Петицией А Что Так Сразу Наша Вера Первая Была Потом Только Христианской И Давай С Григорием Амирицким Они Мерятся Разумом И Григорий Амирицкий Никак Не Смог Евреев Победить Это К тому Как Примерять Игнать Тихонович Мусульмане Григорий Амирицкие Евреи И Че Он Сделал Они Ему Говорят Мы Поверим Тогда Когда Христос Придет И Явится Перед Нами Во второе Пришествие И Он Помолился Господи Ты Слышен Нечести Что Говорят Эти Евдейские И Господь Раз На Облаках Опускается И Они Увидели Его Но Он Не Опустился До Конца Так Развышенности Постоял И Обратно Поднялся То есть Как бы Не было Второго Пришествия Христа Ну Для Евреев Для Этих Было Ну И Что Дальше Случилось Ну Вот Этот С Которым Он Спорил Или Азар Остался А Остальные Собрались И Ушли Все равно Ушли Не Примирились Не Поверили Хотя Давали Зарок Да Как Если Увидим Христа Придумали Себе Что Уже Колдун Православный И так Далее Об этом Уже Было Сказано Еще Христом Если Даже Говорит Из того Света Вернуться Не Поверят Потому Что Моисею Писанием И Пусалмам Не Верили Блан Жен Изгнанный За правду И Браихи Из Царства Небесной Гонения Терпят Не Одни Мученики Но И Многие Другие За Вспоможение Обидимым И Вообще За Всякую Добродетель Потому Что Под Именем Правды Разумеется Всякая Добродетель Гонят Воров И Убийц Однако Ж Они Неблаженны Наконец Господь Обращает Речь Наипачек Своим Апостолам И Показывает Что Терпеть Поношение Особенно Свойственно Учителям Блаженны Вы Когда Будут Поносить Вас Игнать И Всячески Неправедно Злословить За Меня Не Всякий Поносимый Блаженны Только Тот Кто Терпит Поношение Для Христа И Ложно Если Же У Кого При Поношении Его Нет Ни Того Ни Другого То Несчастен Он Так Как Для Многих Служит Соблазном Радуйтесь И Веселитесь Ибо Велика Ваша Награда На Небесах Так Днали Пророков Бывших Прежде Вас Говоря Преследующим Господь Говоря О том Что Перед этим Сказано Господь Не говорил О Великой Награде Но Здесь Сказал Они Показывая Тем Что Терпеть Поношение Есть Дело Великое И Самое Трудное Ибо Многие Не Стерпев Поношение Сами Себя Лишили Жизни И Иов Выдержавший Так Много Искушений Особенно Возмущен Был Тогда Когда Друзья Жит За грехи Дабы Апостолы Не думали Что Их Будут Гнать За Учение Противное Христову Успокаивает Их Говоря Что И Пророков Бывших Прежде Них Гнали За Добродетель Посему Их Страдания Должны Успокаивать Вас Ну Вот Как Вы Завершили Круг Блажен И так Вот Можете Подготовиться На Следующее Получается У нас 12 13 Стих 5 Матфея 5 Глава 13 Стих Будет Дальше Проходите Поплагодарим Господа Достойно Истинно Блажите Тя Благородицу Присомлаженную И Пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Терувим И Славнейшую Бесправнение Серафим Безыстрения Бога Слова Родшую Сущую Благородицу Тя Благородицу Благородицу Помоги Господи Всегда Быть Всем Нам Верующими Искренно Не Отступать От Тех Заповедей Которые Дали Водах Крещения Слава Тебе Спаси Христос